Ласковый привет! Хочу сегодня начать с признания. С признания о том, что дела сейчас у меня на ютубе не очень. И это меня немного подломило. Ну как немного? Сегодняшнее видео могло бы и не выйти. Я человек ранимый и неудачу переживаю тяжеловатенько. Ведь я вроде делаю все правильно, качество видео повышаю, а результаты будто ухудшаются. Так я еще и решила, что смогу действуя наугад продвигаться. Но это не так и с реальностью сталкиваться больновато. Но я много раз это слышала и решила провести эксперимент. Нужно не останавливаться, даже если ошибка, даже если неудача или прогресса нет. С одной поправочкой на то, что надо осознать, в чем ошибка, изучить и по возможности исправить. Так к чему весь этот спич? Во-первых, кому-то может помочь эта мысль. Во-вторых, мне нравится с вами общаться. Еще здорово было бы, чтобы вы находили приятелей среди моих подписчиков и сформировалось дружелюбное сообщество. Да, это одна из основных целей канала. И в-третьих, хочу сказать, что тут будет много личного. На этом канале в смысле. Когда я создавала канал, планировала вообще быть в тени и не появляться в видео. Такой таинственный художник, мол. Только рисунок и приятная музыка. Но спустя какое-то время я поняла, что мне есть что сказать и чем поделиться. Особенно, когда появились подписчики, заинтересованные, живые. Сразу захотелось настроить контакт. Поэтому теперь я тут и разговариваю с вами. Чему рада. Хоть и наговорить на короткое видео мне до сих пор трудно. Вживую говорить без заготовленного текста мне проще. Люблю я это дело. И кстати, я приглашаю вас на стрим, который будет в субботу. В 3 часа ночи по московскому времени. Да-да, время странное и неудобное для многих, наверное. Но так получается, потому что я живу на Дальнем Востоке. А отозвавшихся на опрос про стрим оказалось мало. На стрим попробуем поиграть в игру. Какую я напишу в сообществе позже. Поболтаем. Продлится стрим пару часов. Так что если у вас получится прийти, я буду очень рада. Ну а если не получится, не переживайте. Это пробный стрим. Буду проверять как, что делается. Всякие технические штуки. Ну и поиграем. Вернемся к теме видео, которую я назвала перепейн. Я выбрала ее, потому что вроде это популярная тема. Хотя я не хотела ее брать. Ну все, иду против своих принципов ради славы. Но нет. Я давно хотела попробовать перерисовать старую работу, еще до ютуб канала. И останавливало меня то, что в цифре я рисовать начала не так давно. По-моему в 2019 году. Точно не раньше. И рисовала я редко, поэтому не видела смысла, ведь вряд ли сильно улучшила способности. А теперь смысл и задача есть. Проверить, как я изменила свои навыки. И развлечь вас, конечно. Выбрала я для этого один из первых рисунков, которые нарисовала с помощью графического планшета в 2020 году. Вот такой подопытный у нас. Девушка и нет, не с ветрянкой. Это у нее такая кожа в сердечках. И все абсолютно розовое. Мне, честно, эта работа не очень нравится. И когда я ее нарисовала, было так же. Я уважаю свою работу. И эта картинка также часть моего прогресса. Сейчас объясню. Это один из рисунков что-то вроде упражнений. Как свойственно многим рисующим людям, в один момент у меня прям зазудела эта злосчастная тема. Как найти свой стиль. О да, горячая тема с множеством ответов и одновременно неизведанная. Ну и решила я придумать свой стиль искусственно. И сделать несколько работ, придерживаясь его. А в этом рисунке я еще и выбрала сделать все розового цвета. Получилась эта застенчивая девочка с длинными ресницами, скромным взглядом и милым ободочком. Интересно, что придерживаться этого стиля, а стиль, если что, ну, вдруг не видно, а в странных пропорциях, больших глазах и вот этом прекрасном фоне. Было сложно. А это уже звоночек, что что-то делаю не так. Но ругать рисунок не вижу смысла. Поэтому, как в моей речи, сделаю выводы и исправлю. Точнее, я просто перерисую старый рисунок, только уже не придерживаясь какого-то стиля, а просто используя свои знания и навыки. И сильно заморачиваться над новой работой я тоже не буду. Хочу проверить свои обычные способности, не на максимуме. Мне кажется, так честнее для себя. Если вы не согласны, приглашаю вас в комментарии поделиться своим мнением. Кстати, в комментариях подметили, что стиль мой изменился. Это здорово, если так. Но я по себе знаю, что с разницей в несколько часов могу нарисовать одно и то же по-разному. И интересно, что это касается больше диджитал рисунка. От руки традиционными материалами мой стиль более стабильный. Может, это зависит от разнообразия материалов и цветов в программах для рисования, большинством которых я не пользуюсь. И я прошу вас написать, интересно ли такая тема. У меня еще достаточно старых рисунков, которые можно освежить. Встретимся в конце видео. Ну а теперь музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая девушка в розовом получилась. Я думаю, различия достаточно заметны. А как вы думаете, улучшились навыки или раньше было лучше? Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, поделиться с друзьями и подписаться, чтобы стать частью нашей уютной семьи. Всем тепла!